С чего начинается современный буржуазный порядок? Естественно, с буржуазных революций, с кризисов и разного рода потрясений. Но обычно мы начинаем эту историю с голландской или нидерландской буржуазной революции конца XVI века. Почему с нее? Потому что она была первой успешной буржуазной революцией. Однако далеко не самой первой попыткой изменить общественный строй. И далеко не первой попыткой не просто изменить общественный строй и свергнуть феодальные порядки. Но, что гораздо важнее, задолго до нее уже поднимали голову и народные движения, которые выдвигали, в том числе и коммунистические лозунги. Поднимали голову первые пролетарские движения и лидеры. Может быть, в очень смутной форме появлялись эти призывы к освобождению, выходящему за рамкой уже даже еще не возникшего, но формирующегося буржуазного порядка. Фактически, как писал бельгийский историк Андрей Перен, первые коммунистические утопии, естественно, в виде ересей, появляются в тот же самый момент, когда появляются первые зародыши буржуазных отношений. Иными словами, социализм, по крайней мере, как теоретическая идея, как мечта, как надежда, как альтернатива, зарождается практически тогда же, когда зарождается и капитализм. Но начинается все это в XIV веке, который был временем, как уже говорили позднее историки, большого кризиса. Конечно, современники не знали, что живут в условиях кризиса XIV века. Это мы сейчас можем говорить, что мы живем в эпоху кризиса. Тогда люди просто понимали, что что-то пошло не так, потому что одновременно начинаются всевозможные бедствия. После того, как проходит череда неурожаев, начинаются эпидемии, самой знаменитой из которых стала Великая Чума. Но неурожаи тоже возникают, но на пустом месте. Дело в том, что исчерпаны возможности аграрного развития. При старой системе нужно что-то менять, нужно менять то, как работает сельское хозяйство, потому что все, что можно распахать, уже распахали. Вырублены леса, не хватает просто-напросто дров, и Европа становится все более грязной, потому что в Западной Европе уже даже нельзя собирать валежник. Осталось очень мало лесов, и эти леса принадлежат сеньорам, которые не пускают туда крестьян. В это же самое время в городах на фоне того, что с одной стороны усиливается эксплуатация работников, усиливается конкуренция между ремесленниками и иногда ремесленными цехами, одновременно стремительно растут социальные противоречия, возникают восстания, начинаются войны. Ну а восстаний, народных выступлений этого времени более чем достаточно. Это и движение Чомпи в Италии, и восстание английского народа, которое у нас обычно принято называть восстанием Уотта Тайлера, хотя сейчас современные историки подчеркивают, что это не крестьянское восстание. И Уотт Тайлер был далеко не единственным и даже не главным лидером этого восстания. Жакири во Франции, потрясающее восстание Тена Марселя в Париже, восстание, в ходе которого народ фактически не просто изгнал короля, но и захватил власть, создав что-то вроде Советов. Да-да-да, это было очень похоже на те самые Советы, которые потом у нас появляются уже во время революции 1905 года. Короче говоря, это было время больших народных выступлений. Народных выступлений, в ходе которых уже обнаружились классовые противоречия, хотя все начиналось с общего возмущения феодальными порядками, но между народом и буржуазией, между богатыми купцами и бедными ремесленниками, а также наемными работниками, почти сразу же возникали конфликты, которые, собственно, и губили эти восстания. Я расскажу сейчас только о трех восстаниях и их лидерах. Почему о них? Ну, может быть, потому что на их примере мы попробуем разобрать более важные темы, а может быть, просто потому что я эти темы лучше знаю, или потому что эти герои мне наиболее симпатичны. Во всяком случае, сегодня у нас будет топ-3 революционеры Средневековья. Наш первый герой – Якоб Артевельде. Он начинал как богатый фламандский купец из патрицианского рода, и ничто не предвещало, что именно этот человек станет народным героем Фландрии. Все у него шло хорошо. Была у него богатая невеста, которая принесла еще больше денег и больше благополучия для его бизнеса. В общем-то, были дела у него в порядке, и ничто не требовало, чтобы он участвовал в каких-то восстаниях или народных движениях. Было все это в городе Генте в 30-40-е годы XIV века. И, возможно, он так и остался бы никому неизвестным купцом в этом процветающем фламандском городе, если бы не тот самый кризис XIV века. Кризис, который и так поставил очень многих на грань разорения, который усугубил классовые противоречия, потому что, если бизнесмены, говоря современным языком, боялись разориться, то низы общества боялись умереть с голоду. У самого Ортевельда дела шли неплохо, ему разорение не грозило, но его волновали дела родного города и родной Фландрии. А в это время начиналась столетняя, как мы теперь ее называем, война между Англией и Францией. На самом деле не между Англией и Францией, а между семьей плантагенетов, которые по совместительству были одновременно английскими королями, и немножечко еще вассалами французского короля, который постоянно их прижимал и что-то у них отбирал в течение нескольких поколений, и их близкими родственниками. Династия Велуа, которая воцарилась на французском престоле после того, как закончилась династия старых капитингов, и которая имела довольно спорные права на этот престол. По сути, это была семейная распоря, а главное, что у английского короля Эдуарда Третьего была очень четкая и простая идея. На самом деле, как я уже говорил, и это прекрасно документировано, план был гораздо более простым, чем, как потом говорили французские историки, захватить Францию, объединить две короны и так далее. Да, Эдуард предъявил претензии на французский престол, но идея была очень проста. Давайте мы сначала сейчас французу слегка прижмем, немножко повоюем, а потом обменяем права на французскую корону на возвращение части наших родных законных доминов, семейную собственность. Не более того. Другое дело, что аппетит приходит во время еды, и борьба затягивала. А Эдуард Третий был, конечно, человек выдающийся. Но, так или иначе, одним из инструментов борьбы была экономика. Экономическая блокада, которой Эдуард Третий подверг Фландрию в условиях, когда Фландрия колебалась между французской и английской короной. На самом деле, фламандцы постоянно выставали против французов. Вернее, не против французов, конечно, а против французского короля. Они регулярно воевали с французскими рыцарями. И Эдуард вполне мог рассчитывать на их поддержку, однако дальше все сложилось несколько иначе. Граф Генский был лояльным союзником Валуа. Он встал на сторону Франции, французского короля. И Эдуарду пришлось прибегнуть, внимание, к экономическим санкциям. Да-да, санкции были придуманы именно этим талантливым английским королем. Точно так же, как, кстати говоря, как и замечательная еще одна вещь – дефолт. Суверенный дефолт первым устроил именно он, когда отказался платить ломбардским банкирам свои долги, сославшись на чуму в Англии. И то, что английская шерсть перестала поступать в Гент, поставило гентских суконщиков и ткачей на грани разорения. В Генте собрали народные представительства. И вот тут уже возникает самое интересное. Потому что неожиданно обнаружилось, что народ, низы, плебейские цеха, те же ткачи и другие, требовали участия во власти в городе. Они требовали, чтобы порядок, которым управлялся Гент, радикально изменился. Они требовали своих прав, и патрицианским родам пришлось пойти на компромисс. Они составили совет из пяти капитанов, хоффманов, но они были хитры. И три места оставили за представителями богатых патрицианских родов. Пролетарским цехам оставив только два места. Будучи уверен, что теперь все будет в порядке. Но одним из трех патрициев, в которые попал в этот совет, был Якоб Артемельде. И неожиданно для своих, что называется, братьев по классу, он принял решение. Он перешел на сторону плебейских цехов. Тем самым соотношение сил изменилось. Теперь большинство было у представителей городских низов. Через некоторое время начались уже совершенно другие события. Жители Гента свергли графа. Они установили фактическую республику. Они установили связь с другими городами. Фландери, с которыми он удалось благодаря Артемельде договориться. Эдуард III прибыл в Гент. И король по-прежнему колебался. Он все еще надеялся, что удастся обменять претензии на французскую корону на то, что ему вернут его родные вотчины. Но здесь, в Генте, он оказался фактически заложником восставших и возмущенных плебеев. Те самые огромные толпы людей, которые окружали короля, и которые требовали, чтобы он признал себя их суверенным. Да, самое удивительное, от него требовали, чтобы он выполнил свои собственные требования. Помните знаменитую историю во время революции 1917 года, когда в июле, во время июльского мятежа или июльской демонстрации, народ приходил к Совету и кричал представителям Совета, тогда меньшевикам и эсерам, «Берите, сволочи, власть!» Примерно так же вели себя и гетские ремесленники по отношению к Эдуарду III. И у короля не было другого выхода. Он сделал необратимый шаг на Пятницкой площади, площади Пятницкого рынка в 1340 году он принял присягу фламандцев. Фактически, это был необратимый шаг, с которого уже начиналась всерьез, а не так вот, кое-как настоящая столетняя война. Теперь война между Эдуардом III и королевством Франции становилась необратимой, потому что фламандцы заставили короля эту присягу у них принять. Теперь они были под покровительством Англии и уже могли установить свои порядки, которые радикально отличались из федеральных порядков, защищаемых династией Валуа, защищаемых французской аристократией. Увы, закончилась эта история не очень хорошо, потому что стремление Арте Вельде установить какой-то новый порядок привело к тому, что он, как представитель, с одной стороны, буржуазии, а с другой стороны, человек, опиравшийся на низовые полюбейские цеха, пытался всех примирить, пытался установить между ними какой-то баланс, точно так же, как он старался примирить между собой все города Фландрии, заставить эти города не просто дружить, но учитывать интересы друг друга. Он метался между этими городами. Он очень надеялся, что английский король поддержит его в его начинаниях, но Эдуард как только бежал, фактически бежал из Фландрии обратно в Англию. С радостью, конечно, принял союз фламандцев, но не торопился оказывать им большую помощь своей стороны, потому что, увы, верхи общества отнюдь не были в восторге от тех плебейских порядков, которые начали царить в Гентии и других местах. Через какое-то время между цехами начались конфликты, начались мятежи, волнения, стычки и в одной из этих стычек Артевельде погиб, пытаясь разнять дерущихся между собой представителей разных цехов. Правда, французская версия этой истории несколько другая. Фруассар, опять же, поборник рыцарства и певец аристократии, доказывает, что народ был недоволен тем, что Артевельде хотел сделать Эдуарда, черного принца, сына Эдуарда Третьего, графом Фландрии. Но я не думаю, что это так должно было волновать публику в тот момент. Да, слухи разного рода пускали враги Артевельде, они постоянно пытались его дискредитировать, но все-таки наиболее вероятная версия, которую отчасти подтверждает и знаменитый Анри Перен в своей истории Бельгии, стоит в том, что Артевельде стал все-таки жертвой внутренних раздоров в своем лагере. Самое главное то, что он пытался всех примирить и не смог. Он стал жертвой этих уже вышедших из-под контроля классов противоречий, о которых, конечно, он узнал, что называется, на собственной шкуре. И тем не менее, Артевельде стал героем плавандского народа и героем всех последующих социальных движений, которые разворачивались потом на территории Бельгии и Нидерландов. Теперь, конечно, мы помним о нем очень мало и знаем о нем очень мало. Его памятник стоит на все той же Пятницкой площади, где он заставил английского короля принять присягу у народа. Памятник помпезный, в доспехах, где он выглядит каким-то просто рыцарем средневековья. Но на этой же площади находится и Дом профсоюзов. И над памятником Артевельде золотыми буквами по-фламандски высечено. Пролетарии всех стран соединяйтесь. Самой известной историей массового и почти успешного восстания народа в поздней средневековье были, конечно, гуситы, гуситские войны. За пределами Чехии, конечно, эта история гораздо менее популярна, и тем не менее о ней стоит вспомнить. Ее интерпретируют по-разному. Кто-то пытается сделать из нее историю национального восстания, что чехи якобы восстали против немцев, кто-то упирает на религиозные обстоятельства, но в целом все-таки это было, конечно, именно социальное восстание, восстание бюргеров и крестьянства вместе с частью шляхты, низового дворянства против с одной стороны официальной церкви, с другой стороны официального государства. Но начиналось, кстати, все не в Чехии. Эта история была, кстати, как бы мы сказали, глобалистской. Теперь это уже стало модным словом глобализация. Никто такого слова и знать не знал в средние века, а тем не менее подобные процессы взросли. И начиналось это все с Джона Виклифа, английского проповедника, который первый перевел Библию с латыни на родной английский язык. Его сторонники начали пропагандировать разного рода подрывные идеи, включая идею всеобщего равенства. Вы что, с ума сошли, что ли? И даже идею об обчислении имуществ. Но, правда, это делали радикальные лолларды, сторонники Виклифа, которые, возможно, пошли куда дальше, чем сам знаменитый проповедник, который, конечно, первоначально предполагал, что все обойдется просто тем, что мы будем читать Библию на родном языке, ну и, может быть, еще некоторые безобразия, связанные с коррупцией, будут устранены. А так или иначе, но через какое-то время английская монархия решила, что терпеть лоллардов больше нельзя, их из страны выдавили. Часть из них бежала в Богемию, в Чехию, в страну, где правил очень просвещенный на то время монарх Карл Люксембургский. Король не очень любивший воевать и устраивать какие-то конфликтные истории с соседями, а больше предпочитавший что-то строить, развивать, как бы мы сказали, экономику и в общем-то к вопросам веры относившись довольно равнодушно. Кстати говоря, один из первых в истории правителей с высшим образованием, он все-таки закончил университет. Поэтому естественно у него как раз все эти беженцы нашли пристанище, все эти политэмигранты или религиозные эмигранты очень свободно себя чувствовали в Чехии, где и появился свой знаменитый проповедник Ян Гус, отсюда и слово гуситы. Гус тоже проповедовал на родном чешском языке, он распространял идеи Виклифа и двигал их дальше, но в общем его опять-таки не трогали, потому что надо понимать, что в это время еще и в самом папстве, в католической церкви был полный бардак, говоря современным языком, потому что было аж двое пап, которые предавали друг другу взаимную анафеме, договориться они не могли, когда решили, что нужно избрать компромиссную фигуру, то такие ее избрали, в итоге получилось трое пап, которые продолжали предавать друг другу анафеме, в общем было полное безобразие, католическая церковь находилась в состоянии хаоса и никто не очень, по крайней мере, никто всерьез не мог разобраться с Яном Гусом, но ситуация изменилась, в 1415 году церковные иерархи договорились наконец между собой, был создан Казахстанский собор, который объединил католический мир и поставил во главе него одного-единственного папу, ну а заодно решили разобраться с Яном Гусом, что он там такое проповедует, вызвали его в Констанцию, предали суду, хотя император Сигизмунд, тоже из рода Люксембургов, который пришел на смену умершему уже к тому времени Карлу, обещал безопасность, обещал, обманул, так вышло, и Яна Гуса сожгли, после чего в его родной Чехии началось восстание, восстание, которое охватило не только эту маленькую страну, но начало захватывать соседние страны Европы, гуси ты через некоторое время ввели проповедь уже и в Германии, и в Польше, и в Венгрии, продвигая свои идеи, и идеи эти стали все более радикальными, потому что говорили уже не только о том, чтобы на родном языке читать Библию, или о том, что надо чтобы все миряне, так же, как и духовные лица причащались от чаши красным вином, а до этого все это было разрешено только священникам, нет, появились гораздо более интересные идеи, надо конфисковать церковное имущество, надо сделать церковь подчиненной народу, надо добиться равенства и отменить все возможные феодальные поборы и повинности, люди равны, надо избирать правителей, вообще-то говоря, идея отнять церковное имущество очень понравилась части дворянства, даже некоторым аристократам и уж, конечно, богатым бюргерам, эта часть программы гуситов была просто замечательно поддержана людьми из вполне благополучных и процветающих семейств. Действительно, почему бы не вобрать монастыри, почему бы не поделить между собой церковное имущество? Кстати, нам говорят, что именно большевики придумали лозунг «отнять и поделить», который, конечно, на самом деле пародийно, как мы знаем, придумал Булгаков, но, вообще-то говоря, идея «отнять и поделить» это идея не социалистическая и не левацкая, это идея сугубо буржуазная. Все буржуазные революции начинаются под этим лозунгом «отнять и поделить». Отнять у старого господствующего класса, отнять у старой аристократии или, в данном случае, у церкви и поделить между собой, между представителями буржуазии и всеми теми, кто к ней примкнет. Так что идеи гуситов на первых порах пользуются огромной популярностью среди средних и верхних слоев общества. Но беда в том, что были и другие гуситы. Умеренные гуситы назывались чашники и все время напирали на то, что главная их идея это, чтобы от чаши причащаться, ну а раздел церковных имуществ это так, между прочим. А вот более радикальные представители плебейских слоев начали проповедовать разного рода идеи, удивительно напоминавшие коммунистические равенство имуществ, общность имуществ и так далее. Они ушли в город Табор, где создали, как известно, свой лагерь, и город этот стал, как ни странно, невероятно экономически процветающим. Это одна из причин было позднейшего поражения уже Таборитов, потому что они, что называется, стали слишком сытно и слишком хорошо жить и меньше были заинтересованы воевать, сражаться, бороться. Но так или иначе, на первых порах Табориты выступили как своего рода новое радикально-демократическое, радикально-коммунистическое движение. Именно в этом качестве они создали мощную армию, армию народную, армию, которая была еще и технологически очень продвинутой, потому что они первыми начали применять не только пресловутые в Агенбурге, то есть составляли повозки во что-то вроде подвижной, перемещаемой с места на место крепости. Вернее, в Агенбург во время сражения конечно стоял на месте, но его можно было расцепить и перевести на следующую же точку. Это известная история, тактика гуситов, но они первыми начали активно применять легкое стрелковое оружие, а не только тяжелые пушки. Все это делали сами же чешские ремесленники. Они очень хорошо организовали народную армию, которая была невероятно подвижна. У них были выдающиеся полководцы Ян Жишко, а потом после его смерти Прокоп Голый. Кстати, Голый, это не значит, что он был голый, значит, что он голый был, то есть он бритый был, по-русски правильно переводить, Прокоп бритый, без броды ходил. Но самое интересное во всей этой истории то, что по-своему движение гуситов воспользовало все последующие парадигмы революционных событий, а именно у них были левое и правое крыло, у них была революционная диктатура, когда табориты в конце концов взяли власть, а у них был и свой термидор, то есть если чашники и табориты это своего рода меньшевики, большевики гуситской революции, то битва при Лепанах, когда чашники победили наконец таборитов, была по сути делом и своего рода поворотной точкой во всей этой истории, термидорианским переворотом, когда власть взяли умеренные те, кто сказали никакой большей революции, никаких больше революционных экспериментов, давайте просто сядем и закрепим за собой захваченные нами церковные имущества и имущества изгнал их из Чехии старых аристократических семейств, которые оказались немножко не на той стороне в ходе всей этой смуты. Значит, все же Сигизмунд это рыжая бестия, которая хочет искоренить чешский язык. И этого вы хотите привезти на чешскую землю? Сегодня нет такой опасности. Мы королю отправим послов, они уже избраны, среди них есть и ваши люди, и Чапек, и Сан. И он согласился, позволил себя избрать, согласился и позволил. После биты при Липанах в 1434 году, когда победили чешские гусицкие термезрианцы или чашники, поблагодарим Бога, братья милые, что сегодня пришел час, когда примирились сыны чешского народа и оставив братоубийственные междоусобные войны, пообещали мир и покой. Наступает следующая фаза, тоже очень характерная для большинства революции, бонапартистская, потому что в конце концов Чашников подчинил себе военный лидер Иржи Испадебрат, который стал первым избранным королем, который сделал свое имя и сделал свою карьеру, что называется, мечом и политическими интригами, но так или иначе захватил власть, добившись официального избрания в то же самое время от имени народа, создав более-менее упорядочное государство, сильную армию и, в общем, даже умудрился договориться с католиками о прекращении крестовых походов против гуситов. Правда, в конце концов, все-таки он был свернут свернут польско-венгерской интервенцией, вернее, умер в самый разгар всех этих событий. Так что, в конечном счете, в 1468 году в Чехии наступила реставрация. То есть, иными словами, чешская революция 15 века прошла все те фазы, которые потом проходили другие революции, и английская революция, и французская революция, которые в каком-то смысле проходим и мы у нас в нашей России, поскольку на самом деле сегодня живем мы в эпоху реставрации, реставрации капитализма и реставрации, по сути, самодержавия. Самое последнее из больших революционных движений позднего Средневековья, движение, которое было очень близко к победе, хотя все-таки тоже не одержал ее, известна нам сейчас как крестьянская война в Германии. Мы знаем, что это движение было фактически частью целой череды потрясений, связанных с реформацией. И реформация, опять же, тоже произошла не случайно, она отражала кризис феодальных порядков, кризис старого режима, кризис старой идеологии и отражала в значительной мере действительно потребности нарождавшейся буржуазии. Не случайно великий Макс Вебер назвал протестантизм квинтэссенцией духа капитализма. Но в то же самое время, пока бюргеры создавали свою мещанскую церковь, когда они формировали идеологию, которая будет квинтэссенцией того самого капитализма, низы общества тоже пришли в движение, и они требовали чего-то гораздо большего. Они опять требовали равенства, они требовали перемен в своих интересах, они требовали перераспределения имуществ опять-таки от церкви и от крупнейших феодалов, но не только в интересах буржуазии, но и своих тоже. Я еще раз говорю, перераспределение происходило мощнейшее. Отнимали и делили, но почему-то отнимали и делили именно представители нарождающегося буржуазного класса, стараясь всячески отстранить от этого дела всех остальных. А это далеко не всем, как вы понимаете, нравилось. И в 1524 году по всей Германии вспыхивает восстание одним из важнейших идеологов, которых стал известный проповедник из Тюрингии Томас Мюнцер. И надо сказать, что в Тюрингии были очень заметны следы гусицкого движения. Мюнцер, кстати говоря, и ездил в Прагу и пытался там найти связи с уцелевшими последователями гуситов. Не забываем, что сейчас все это стародавние времена, но для того времени, в начале 15 века, учитывая, что гусицкое движение было окончательно подавлено лишь за полвека до этого, следы гусицкой революции были, по крайней мере, не менее сильны в Чехии и в Тюрингии, чем сейчас следы русской революции 17-го года у нас. Поэтому, естественно, Мюнцеру удалось много найти единомышленников и многому научиться, хотя и с Богемией его все-таки выдавили по вполне понятным причинам, чтобы он там тоже не затеял какой-то революции. Лютер был восмущен радикальными проповедями Мюнцера, и хотя Мюнцер тоже его критиковал, критиковал еще более-менее сдержанно, все равно называя Виттенбергским папой, потому что Лютер обосновался в Виттенберге, Лютер пошел гораздо дальше, и поскольку Мюнцер основал свою резиденцию в Альштадте, обозвал его альштадтским сатаной, не больше, не меньше. А сатаной, потому что опять-таки требовал, чтобы перемены и новые права, которые должны были получить бюргеры и протестантские князья, распространялись и на низы общества. В конечном счете и Мюнцер, и его единомышленники начали создавать документы, самое из них известное статейное письмо, потом были более радикальные тексты, и в конце концов крестьяне, крестьянское движение, которое вспыхнуло по всей Германии, восстание распространилось по всей территории Священной Римской Империи. Это движение предлагало достаточно радикальную и, главное, очень связанную программу, программу, которая была во многом более передовой, чем можно было ожидать по представлениям тех лет. И вот, что пишет Энгельс про это движение. Многие современные коммунистические секты не обладали таким богатым теоретическим арсеналом, каким располагали мюнцерцы в 16 веке. И далее, обсуждая программу Томаса Мюнцера, он замечает, эта программа представляла собой не только сводку требований тогдашних плебеев, сколько гениальное предвосхищение условий освобождения едва начинавших тогда развиваться среди этих плебеев пролетарских элементов. Иными словами, это было уже начало того, что потом мы будем знать под именем пролетарских или социальных революций. Но движение было, конечно, неоднородным. В нем были и крестьяне, и городские плебеи, и даже низы рыцарства, которые, кстати, зачастую были не столько профессиональными воинами, сколько представителями образованного сословия, образованного низового класса. Да, они были вояками, но одновременно они обладали грамотой, обладали знаниями, и это была своего рода такая военная интеллигенция того времени. Увы, это движение было предано буржуазии, так же, как и любые другие плебейские движения, начиная со времен Артевельда, начиная со времена Тена Марселя в Париже, каждый раз вот эти радикальные низовые движения наталкивались на возмущение своих первоначальных буржуазных союзников. Зачем вы идете слишком далеко, вы выдвигаете слишком радикальные требования? Бюргеры открывали ворота городов войскам императора, бюргеры помогали деньгами рыцарским отрядам, которые должны были подавить крестьян и радикальную, более прогрессивную часть тех же рыцарей, вроде Гетцев от Берлихингена, в конце концов движение было подавлено. Томас Мюнцер был схвачен и казнен. Ну, мы знаем, что дальше история все равно шла своим ходом. Крот истории роет, как известно, глубоко и надежно. В конце концов, все равно, так или иначе, но эти идеи поднялись и будут подниматься снова и снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова